Без потасовок не обошлось и в Харькове, и только благодаря беспрецедентным мерам безопасности. Порядок здесь охраняли почти 900 полицейских и курсанты нацгвардии. Всё же удалось избежать массовых столкновений. Ранним утром у аллеи, ведущей к мемориалу славы, собираются харьковчане. Ветеранов, воевавших на фронтах Второй мировой, очень мало. Участник Курской битвы и освобождения Харькова Павел Кузьмич пришёл без медалей, с неброским букетом. Вспоминает, как встречал 9 мая 45-го. Ночью гневально закричал «Товарищи Победа!». Мы все поднялись, взяли в рушпарке своё оружие, патроны и стали давать салют с окон казармы. Так мы встретили в День Победы. Рядом собираются участники акций, держат в руках фотографии воевавших родственников. Колонны идут к монументу Родине Матери, поют песни военных лет. В этот момент молодые люди заприметили георгиевскую ленту. Завязалась потасовка. По пути к месту возложения цветов участников опережают и возглавляют шествие активисты с национальными флагами. По дороге спорят, мол, их старики с медалями никакие не ветераны. Я видел сегодня одного живого настоящего ветерана. Ему 93 года. Они живут, потому что... 93, одного здесь я видел. Пожал ему руку. На подходах к памятнику Родине Матери в ход сразу же идут кулаки. Тихо! 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 Бойцы АТО уступают просьбе начальника полиции и позволяют возложить цветы. Но через плотный полицейский кордон перепалки продолжаются. Миллионы погибших! Праздник! Это праздник для вас, да? Да, Праздник. Вы святку и погибли. Около 10 утра противоборствующие стороны разошлись, уступив место мирным харьковчанам, которые пришли отдать дань воевавшим землякам. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков.